Здравствуйте! Вы смотрите программу «Местное самоуправление». Сегодня у нас в эфире депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, заместитель главы города Евгений Кадышев. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравствуйте. Весь прошлый созыв вы возглавляли собрание, были главой города. Этот статус помогал вам видеть ключевые моменты в развитии столицы. Какими они были? За это время город сделал большой рывок вперед. Хочу сказать, что работала очень дружная команда, которая состояла из городского собрания депутатов и администрации города. За это время многое изменилось, но самое главное, что огромными темпами нарастало жилищное строительство. Были сданы в 2019 году 450 метров жилья, были сданы 10 детских садов, были построены школы, несколько новых школ. Вы же знаете, что от момента строительства 5-й гимназии в городе Чебоксары 10 лет не строилось никаких школ. Построилась школа номер 1 на 1000 мест, построилась школа Волжский 3 на 1000 мест. Было очень знаменательным событием, на открытии которого приехал министр просвещения Российской Федерации, когда открывали школу в новом городе на 1500 мест, самую крупную в Приволжском федеральном округе. Это значительное событие для города Чебоксары. Но эти 10 садиков, которые сдали, были тоже знаменательным событием. Детвора получили свои приятные места для того, чтобы повышать свой интеллект, готовиться к взрослой жизни. Я думаю, что это значимое событие. Построено очень много было дорог. Ивана Яковлева отремонтировали и реконструировали в течение короткого времени. Очень много сделано было для новых микрорайонов. Для нового города. Это микрорайон, который находится за торговым комплексом Лента. Они преобразили вид нашего города. И самое значительное событие, лично для меня, в плане экологии, конечно, это закрытие Пехтуринской свалки. Ни один город Поволжья не может похвалиться тем, что у них приведено в порядок такое вот не совсем правильное сооружение, как городская свалка. И это не конец. Город будет дальше развиваться. Конечно, это важное событие. Теперь вы руководите постоянной комиссией ЧГСД по вопросам бюджета. Сейчас это и бюджет города, это и перспективы развития. С чего вы начали? Ну, сейчас стоит вопрос о формировании бюджета на следующий год. Каждый руководитель своего направления будет докладывать, какие средства необходимо заложить в бюджет 2021 года, для того, чтобы он также был сбалансированным, социально ориентированным, чтобы в этом бюджете были предусмотрены средства на развитие нашего города, ливневых сооружений, новых школ, новых детсадов. Жителей столицы всегда интересовали полномочия депутатского корпуса. Ну, этот вопрос, конечно, да. Ваши избиратели сейчас вот рассчитывают на помощь в решении многих проблем. Как вы оцениваете обратную связь? Я хочу сказать, что наши жители избрали достойную когорту депутатов, которая вошла в седьмой созыв и сформировала седьмой созыв городского собрания депутатов. Выборы прошли в этом году. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на выборы и проголосовал за того или иного своего кандидата в депутаты. И сейчас с этой дружной командой депутатов мы работаем по формированию бюджета на следующий год. Эти депутаты полностью получили все наказы от своих избирателей во время предвыборной кампании. И сейчас они работают в своих избирательных округах, работают в своих депутатских приемных. Кроме того, у нас заведено хорошее правило, что два раза в год депутат отчитывается перед своими избирателями, делает это публично, собирается очень много людей и все спрашивают, как он выполнил их наказы. Не так просто стоять перед своими избирателями лицом к лицу и отвечать на вопросы, которые они задают. Задают весьма недружелюбно и иногда задают те вопросы, на которые нечего ответить. Но тем не менее, ты депутат и ты должен это делать. Хочу сказать, обратная связь существует, у всех работают депутатские приемные помощники. Все выходят на сейчас онлайн-связь со своими избирателями, и каждый может дозвониться до депутата или просто прийти к нему на прием. У нас проблем в этом нет. Вот на заседании ЧГСД обсуждался вопрос о открытии электронной приемной. Или что это такое? Это все подвержено тому, что влияет на нас ковид. Теперь идет вот эта вот пандемия, вторая волна. И мы не можем рисковать нашими жителями, нашими избирателями. Поэтому принимаем их вопросы, письма, жалобы и пожелания дистанционно. Вернемся к бюджету. Вот как заканчивает этот непростой год у нас в столице? Наверняка было много изменений. Ну, бюджет 2020 года был с дефицитом, и поэтому дефицит он и остается. Тем не менее, на следующий год заложены хорошие средства на то, чтобы поднять уровень социальной защиты населения, уровень материнства. Заложены средства на ливневую, вот еще раз повторяю, канализацию. Заложены средства на то, чтобы у нас создать действительно рекреационный центр Чуваши и Сердцеволги. На Чуваши и Сердцеволге, который будет расположен в области нашего существующего залива, где-то закладывается 780 миллионов рублей. На поддержку материнства, на поддержку социальных вот этих программ, развития социальных программ, у нас только в республиканском бюджете заложено 220 миллионов рублей. И сумма, которая будет, как субвенция, приходить из-за вышестоящих бюджетов, равна тоже 215 миллионам рублей. То есть, в принципе, эти средства покроют расходы на социальные нужды, и они первостепенные в городском бюджете. В социальном плане не будет дефицита. То есть, я правильно понимаю, бюджет будущего года, он по-прежнему социально ориентирован? Да, он по-прежнему социально ориентирован. И это главная задача города, потому что социальные выплаты должны стоять на первом месте. И они стоят и будут выполнены на первом месте. — Спасибо. Скажите, пожалуйста, немного о том, в каком русле у нас продолжится формирование, вот мы уже начали беседу на эту тему, да, комфортной среды в столице республики. Недавно у нас прошли стратегические сессии по этому поводу. Какие источники у нас вот еще? — Ну вот комфортная среда, как раз я о ней начал говорить. Сейчас идет работа по формированию общественных пространств. Наши жители постоянно на портале «Открытый город» изъявляют свои пожелания, мнения и голосуют на портале «Открытый город» за то или иное общественное пространство. На эти общественные пространства уделяются средства из бюджета города, которые потом становятся самым центром притяжения в каждом микрорайоне, в котором покажут наши жители. Теперь же нет необходимости ехать, например, через весь город на залив с детьми, можно погулять в Новоюжном районе, где будет дубовая роща, сумма немалая, свыше 80 миллионов рублей, реконструирована. И там будет прекрасное общественное пространство с четырьмя зонами для собак, для физкультурников. Будет открытый кинотеатр для просмотра документальных фильмов, кинофотоархивных документов. Будут прекрасные дорожки. Там одних только фонарных осветительных столбов архитектурных будет около 80 штук. Поэтому я считаю, что это будет прекрасная зона дубовой рощи, которая всегда вызывала массу вопросов у населения, что там пока что не совсем приглядный вид имеет. Она сейчас будет реконструирована. Вот один из примеров. Такие же общественные пространства есть и около магазина «Шупашкар», общественное пространство около кадетского корпуса. Общественное пространство реконструировано в площади Победы на Чапайском поселке, и это является местом притяжения граждан. Ну а почувавший центр по Волжье действительно сейчас на стратегических слушаниях пожелания были очень серьезные. Во-первых, как это ни странно, жители изъявили такое мнение, что побольше сделать общественных туалетов, и это правда. Большое скопление народа. Затем пожелание как можно больше сделать выходов на Волгу, и как можно больше сделать каких-то вот таких вот мест для причала лодок, яхт, судов. Это тоже будет принято к исполнению. Следующая задача нам по набережной Волги восстановить все родники, речки, и сделать их, так сказать, культурно облагородить, и сделать их вот таким вот тоже своего рода общественным пространством. То есть можно сказать, что активность горожан во многом помогает нам, направляет нас работать дальше, чтобы красивым наш город вместе с совместными и слаженной работой делать, я правильно понимаю, да? Да, правильно, потому что поэтому я и говорю, что горожанам призываюсь зарегистрироваться на портале «Открытый город» и как можно активнее участвовать по выбору этих вот общественных пространств, пусть будут они прямо около дома или не так близко к своему дому, но тем не менее прошу всех наших граждан поучаствовать в этом голосовании. И вот вернемся еще одна тема, да, вы упомянули на заседании ЧГСД о строительстве, вот о том, что у нас как будет формироваться дальше, продолжится программа строительства ливневых и очистных сооружений. Сейчас как обстоят дела? Хочу сказать, что этот город, наверное, наш единственный в Поволжье тоже, который принялся очищать свои стоки. На сегодняшний день в районе залива построено, начато строительство ливневых очистных сооружений, которые будут улавливать нефтеотходы, маслоотходы на основе песчаных фильтров и абсорбционных материалов. Мы, наверное, будем единственным городом, который не будет сбрасывать стоки в Волгу. Будут уже их обеззараживать ультрафиолетом, их поддерживать, их состояние, нормальное состояние воды избрасывать потом только будет уже в нашу Великую реку. Поэтому в городе у нас так исторически сложилось, что на центральных улицах и в области залива нету ливневых сооружений, ливневых канализаций. Все стоки, которые находятся здесь, и если их перечислять, то займет много времени, которые выходят на реку Волгу, будут тоже защищены ливневыми такими защитными сооружениями, где вода будет сначала фильтроваться, а потом уже выходить в реку. Вот у нас недавно было обсуждение, горячее обсуждение прошло по формированию проектов, которые будут реализовываться в следующем году. Именно вот залива, дамба, вот здесь наиболее привлекательными, конструктивными. Какие предложения вам показались? Ну я считаю, что действительно надо продолжить эту работу. Мне больше всего хочется, чтобы начали работу по Казанской набережной. Московская набережная сейчас уже обратного пути нет, она будет доделана и доделана будет так, как она и положено будет ей выглядеть. И мы получили очень большие премии, большие получили награды от правительства Российской Федерации за Московскую набережную, за залив. И приезжали члены правительства, которые лично высказывали свое восхищение тем, как устроена наша Московская набережная, тем, как устроена Красная площадь. И говорили, что это уже не провинциальный город, у которого есть такая прекрасная Красная площадь, на которой можно проводить различные мероприятия. Теперь осталось за Казанской набережной, которая пойдет уже в сторону гидроэлектростанции в том направлении. Действительно тоже раскроет перед гостями наш город со всех сторон. То есть это можно сказать и туристический потенциал республики и столицы нас увеличивают? Чебоксары, жемчужный центр, Волгина. А еще хотелось бы вопрос задать. Вот сейчас у нас горожане принимают активное участие в том, чтобы как у нас город, видоизменяется облик столицы, скажем так. Насколько они замечают изменения, насколько вообще, вот как отзываются? Вот выборная кампания, которая прошла, и на встрече, к которой они приходят, горожане, конечно же, говорят, что город сильно изменился. Во-первых, отмечают, что центральные городские улицы приведены в полный порядок. Это большое достижение администрации, когда у нас сейчас городские дороги находятся в очень шикарном, хорошем состоянии и постоянно поддерживаются в рабочем состоянии. У нас построены и реконструированы московские и сугутские мосты. Сейчас идет разговор о строительстве третьего транспортного полукольца. И сейчас же, во время 2021 года, будут реконструированы дороги, особенно очень горожане ратуют за то, что будет реконструирована дорога улица Гражданская, которая с 50-х годов не подвергалась капитальному ремонту, и там тоже нет ливневой канализации. Сумма заложена, сумма большая, и я думаю, что в течение трех лет эта дорога будет капитально отремонтирована. От развязки от улицы Гражданской до Чапайского завода. Напоминаю, с нами в эфире был депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, заместитель главы города Евгений Кадышев. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова